За время своего существования праздник 23 февраля менял свое название, но суть его оставалась неизменной. Это праздник тех, кто всегда готов защищать свою родину. Берц – сравнительно небольшой город, но его по праву называют городом военной славы. Эту славу ему принесли два военных соединения – 67-я отдельная бригада спецназа ГРУ и 337-й отдельный вертолетный полк. Наш город может гордиться шестью героями Советского Союза, семью героями Российской Федерации и двумя полными кавалерами орденов боевой славы. Это праздник с большой буквы. Всеми уважаемый, всеми любимый. И тут я ничего не могу добавить. Это праздник для настоящих мужчин. И помнят те, кто нас защищал, и великого отечественного, кто выполнял воинский долг. И в Афганистане, и в Чеченской Республике, защищая рубежи нашей Родины. Поэтому это праздник настоящих мужчин. На торжественном мероприятии, посвященном Дню Защитника Отечества, присутствовало немало молодежи. Тех, кому еще предстоит служить. Ну, в первую очередь, в такую дату хотелось бы поздравить всех истинных защитников Отечества с таким днем. Во-вторых, ну, хотелось бы отметить приятно, что приходит много действительно молодежи. Ведь половина зала всегда, как минимум, это молодежь. Вот этим Берску очень нравится, что всегда у нас патриотическое воспитание на высоте. И, конечно, на праздник пришли матери. Берчан с честью выполнивших свой воинский долг перед Отечеством. Я думаю, что сегодня праздник. Это всех, не только матерей, у которых служили сыновья, жил в мир, у меня сын тоже в Афгане служил два года. Ну, слава Богу, все нормально. Это, пожалуй, что день надежности, что мы защищены. Мы действительно сильная страна, никому не хотим зла, но и себя в обиду тоже не дадим. Берчанам, которые много лет трудятся на благо родного города, вручили благодарственные письма от Законодательного собрания Новосибирской области и от городской администрации. Особо отмечены те, кто внес большой вклад в духовно-патриотическое воспитание молодежи. Праздничным подарком для всех собравшихся стало выступление эстрадного оркестра Новосибирской государственной филармонии. Редактор субтитров А.Семкин